Убийца Google. Больше, чем просто чат GPT. Новый взгляд на поиск. Такими громкими эпитетами наградили Perplexity. Что же это такое и чем отличается от огромного количества других продуктов? Давайте разберемся вместе. По сути, Perplexity — это нейросеть, которая поможет вам более качественно и структурированно работать с поиском информации. Как это происходит обычно? После запроса поисковик выдает вам тонну сайтов, и вы начинаете методично бродить по ним и скрупулезно отбирать то, что интересно именно вам. Perplexity обещает сделать это самостоятельно. Первым шагом стала быстрая регистрация, на которой я не стал останавливаться, тут все предельно понятно. Пользоваться Perplexity можно бесплатно, но с некоторыми нюансами. Какими? Давайте посмотрим. Платная версия стоит 20 долларов в месяц и открывает ряд функций, таких, например, как целых 600 запросов в режиме Pro. И еще один интересный момент — возможность выбрать модель для поиска. В список, кстати, входит и четвертая версия чата GPT. Весь список покажу позже. Вот здесь в платной версии откроется выбор моделей по умолчанию, но их можно менять и непосредственно после поиска. Какие еще есть интересности? Вот тут вы можете выбрать фокусировку вашего поиска, и здесь сразу несколько режимов. Perplexity может искать по всем сайтам, по академическим источникам, что делает вашу работу более научной, может выдавать текст без результатов поиска, проводить сложные математические вычисления, искать исключительно видео или же уделить внимание социальным сетям. Посмотрим, как это работает. В бесплатной версии нам доступно ограниченное количество запросов в режиме Pro. По запросу Perplexity выдает выжимку из сайтов, на которых нейросеть нашла ответы на наш вопрос. При этом она указывает источники, которые анализировала. Больше 15 сайтов. Сколько бы у вас ушло времени, чтобы просмотреть их? Явно больше, чем сейчас. Также нам сразу предлагают связанные по тематике картинки, которые могут стать иллюстрацией для статьи или презентации, а также видео. Сгенерировать собственную картинку тоже можно, но в платной версии. В запросе в режиме Pro можно также более детально посмотреть источники. Ну и помимо ответа на наш запрос, Perplexity задает наводящие вопросы, которые могут помочь подробнее изучить тему. Теперь, что будет, если выбрать академические источники? Текст стал более сухим и структурированным. Источники поменялись. Все остальное на своем месте. Просим только лишь текст и получаем уже другой ответ, правда в конце нас все равно ждут ссылки на источники. И последним потестим поиск по видео. С ним тоже проблем нет, в источниках только лишь ссылки на просмотренные нейросетью видео. Если вам не понравился текст, вы можете попросить Perplexity его переписать, причем используя другую модель. Любую, какую вам захочется из предложенных, правда, если у вас есть платная версия или еще не закончились запросы в режиме Pro. Еще одна интересная фишка – вы можете создать свою коллекцию из того, что уже искали. Нажимаем «Добавить коллекцию», можем сами придумать ей название, даже смайлик поставить. Все, добавлено. Теперь можно зайти в библиотеку. В правом углу уже сгруппированы коллекции и сохранена вся история. Еще один интересный сюрприз ждет нас во вкладке «Скачать». Здесь можно установить расширение в браузер, которое может существенно облегчить жизнь. Работает оно очень просто. Открываем интересующую нас статью, оцениваем ее объем, а потом просто идем в расширение. Выбираем «Perplexity» и жмем «Samarize», фокусируясь на этой странице. Все, краткая выжимка основных тем готова. Ну и последнее, на что хотелось бы обратить внимание, в настройках своего аккаунта вы можете персонализировать выдачу. Опишите, для каких целей вы используете нейросеть, и она настроит выдачу под вас. Конечно, многие могут спросить, зачем это все, если есть чат GPT. По крайней мере, как заявлено, «Perplexity» работает с большим массивом сайтов и выдает информацию более структурированно. Плюс, конечно же, расширение для браузера, что лично для меня показалось очень удобной штукой. Но во всяком случае, что для себя выбрать как основной инструмент, решаете именно вы. Тут уж как кому удобней. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков. Теплица социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова